Польша и Прибалтика пытаются поглотить Белоруссию и подставить Россию. Статья в репортере за 21 сентября 2020 года. Александр Неукрупный. В лихорадочной деятельности, которую в последнее время развили все больше соответствующая данному иею, когда-то черчилем, определению гиена Европы, Польша и трущейся около нее стайка прибалтийских шакаликов, наметился вполне отчетливый мотив. Как того и следовало ожидать, насквозь меркантильной и даже, можно сказать, шкурной? Чего конкретно добивается эта публика, усиленно раскачивая ситуацию в Белоруссии и изо всех сил стремясь максимально напакостить нашей стране? Попробуем разобраться, тем более, что все их устремления, откровенно говоря, лежат на поверхности. План спасения или путевка в рабство? Напомню, буквально на прошлой неделе премьер-министры Литвы и Польши подписали декларацию, в которой содержится ни много ни мало, а твердое обещание помочь белорусским людям в их стремлении жить в свободной и демократической стране. Помимо общих деклараций насчет проведения правильных выборов, этот документ содержит еще и упоминания о некой программе мер, направленных на поддержку жителей Белоруссии. В первую очередь, конечно же, помогать собираются жертвам репрессий и прочим пострадавшим от режима. Однако особое внимание обращает на себя стремление позаботиться о, как написано в декларации, студентах, ученых, представителях культуры и искусства, которые подверглись преследованиям из-за своих взглядов. Ну, различных певцов ртом в список впихнули, можно не сомневаться, исключительно для ассортимента, а также в силу того, что подобного рода публика чрезвычайно удобна для использования в различных пропагандистских акциях. Вот с учеными и студентами ситуация совершенно другая. Их соседи Минска и вправду желают заполучить в как можно больших количествах, ведь это же гораздо проще и выгоднее, чем обучать и выращивать собственных. Польша открыла свою границу для всех без исключения белорусов, имеющих хотя бы туристическую визу с 17 сентября. Литва с 21 сентября и вовсе предлагает гражданам этой страны въезд по некой упрощенной процедуре. Фактически провоцирует на эмиграцию из страны всех, кого только можно. Честнее всех в данном случае поступила Эстония. Там откровенно заявили, что готовы с распростертыми объятиями принимать белорусские IT-компании, но никак не рядовых беженцев. Дармоедов своих хватает. Более того, незадолго до саммита лидеров Евросоюза, который должен пройти 24 сентября, Варшава, как чертик из табакерки, выскочила перед Брюсселем с чрезвычайно интригующим предложением принять план для выхода из серьезного кризиса, раздразившегося в непосредственной близости от Евросоюза. Во вступительной части данного документа поляки, со всем присущим им мастерством лживого красноречия, рисуют картину воистину апокалиптически. Оказывается, Белоруссия – это нуждающийся в срочном восстановлении и находящийся на грани банкротства государства, уровень жизни в котором не дотягивает до уровня жизни в Мексике. Тот, кто хоть раз был в этой стране и знает современные белорусские реалии, оценит данный душесчипательный пассаж по достоинству гомерическим хохотом. Но для Брюсселя сойдет. Далее начинается самое интересное. Ушлые паны, как всегда, предлагают устроить их интерес за чужие денежки. По мнению поляков, Евросоюз и МВФ должны профинансировать создание фонда для стабилизации белорусской экономики, а также открыть свои рынки для товаров и услуг из этой страны и даже отменить для ее жителей визовый въезд в Шенгенскую зону. А ведь где-то все это мы уже слышали, не правда ли? Не эти ли самые сладкие сказки рассказывали жителям Украины, когда ее раскачивали для Майдана? И чем все закончилось в реальности? Более того, в Варшаве самым прекрасным образом осознают, что Брюссель ни в коем случае не пойдет на реализацию подобных прожектов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тот самый, что недавно опростоволосился, назвал Лукашенко нелегитимным украинским президентом. В интервью одному из европейских изданий четко и однозначно заявил о том, что с Белоруссией нельзя совершать тех ошибок, которые были допущены относительно Украины в 2013 году. Как говорится, чего же более? В чем польская хитрость? В Варшаве сидят далеко не дураки, и там прекрасно осознают, что несобственный рынок, несобственные границы Европейский союз для Белоруссии открывать, и не подумает, приди там к власти, обожаемая сегодня Брюсселем, Тихоноская, или даже вся именующая себя Координационным Советом Шайка в полном составе. Вся штука в том, что Польше этого совершенно и не нужно. Получить добавок к толпам украинских гастарбайтеров еще и огромное количество белорусов, намного более дисциплинированных и не зараженных бандеровской придурью, вот цель тамошних политических махинаторов. Впрочем, вернее, будет сказать, что это одна из целей. Приватизировать прекрасно работающие объекты белорусской промышленности и инфраструктуры – это, поверьте, очень большой куш для панов из Варшавы. Тут, знаете ли, не Украина с ее развалинами заводов и ржавой газовой трубой. Как говорил герой известного советского фильма «Тут любовь с интересом». И, кстати, частью польского интереса в разжигании в Минске Майдана являются также открытые территориальные претензии. Фантом наиболее восточных кресов никуда не делись, а в последнее время, похоже, только усиливаются. Впрочем, у Прибалтики мыслишки те же самые. С той только разницей, что там понимают, шакалам достанутся объедки от пешенства гиены. Но, да, они маленькие, им хватит. Может, чего-нибудь еще и заокеанский дрессировщик подкинет за усердное выполнение команд. Такое, к примеру, как официальное заявление МИД Литвы, в котором выражается глубокое возмущение по поводу слов директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, прямо указавшего на то, что США с использованием различных неправительственных организаций вели подготовку активистов для цветной революции в Минске на территориях Литвы, Польши и Украины. Продолжение следует. Это была первая часть статьи Александра Неукрупнова в репортере за 21 сентября 2020 года. Польша и Прибалтика пытаются поглотить Белоруссию и подставить Россию.